Сегодня в полдень у мемориала «Вечный огонь» прошел митинг памяти о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. День неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года. Дата выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года, вознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. И с 2014 года День неизвестного солдата отмечается 3 декабря практически во всех городах России. В Новоуральский митинг памяти прошел у Вечного огня. Во время Великой Отечественной войны их много, на полях сражений полегло, много могил осталось у нас безвестных. Насколько я помню, порядка 9 миллионов человек у нас до сих пор числятся, неизвестные могилы. И установить их не представляется возможным. Последствия других военных конфликтов тоже такое у нас случалось. И конечно же, как раньше, сейчас не вспомню, кто говорил конкретно эту фразу, но говорят, пока с войны не вернулся последний солдат, война считается неоконченной. Как День Победы, 9 мая, как и Дни воинской славы России, сегодняшний день особый для нас всех. Война коснулась практически каждую советскую семью. Миллионы людей погибли в годы Великой Отечественной войны. И очень много тех, кто пал смертью храбрых на полях сражений. Моя семья тоже не обошла это в 41-й год, в 45-й, потому что у меня есть дед без вести пропавший. У меня есть дядя, который тоже не вернулся с войны. И мой второй дед умер от ран, уже вернувшись с войны. То есть, вот, как бы я говорю, что такой тяжелый день. И без вести пропавших, это ведь день неизвестного солдата, хорошо, что сделали. Пока не захоронен последний солдат, мы обязаны просто помнить, отдавая дань памяти всем тем, кто защитил нас. Сегодня, пусть и немногочислено, но с большим уважением и почтением к тем, кто ценой собственной жизни подарил нам мир. Комитет солдатских матерей, местная общественная организация, союз ветеранов боевых действий, военнослужащие из войсковой части 32-80, кадеты из школы номер 48 и просто неравнодушные горожане возложили цветы к вечному огню и почтили память павших на полях сражений солдат минутой молчания. Сегодня день памяти неизвестного солдата. Мы чтим памятью предков. Без прошлого нет будущего, потому что за нашу родину отстояли наши предки. Сейчас молодежь начинает забывать всю историю, так что для нас очень важно напомнить им, как-то акцент на этом поставить. Для нас это очень важно, потому что сколько крови наши предки пролили на этой земле, мы должны это всегда помнить и не забывать. День неизвестного солдата – это не просто дата, а особенный день в истории нашей страны. Как важно, что на митинге памяти было и подрастающее поколение. В такие важные даты молодежь Новоуральска приходит к вечному огню и чтит память предков. И в такие моменты хочется еще раз подчеркнуть главную мысль, что патриотизм и любовь к родине воспитывается с детства. Наталья Рао, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.